В российской столице непогода нарушила работу аэропортов. Там отменены около 50 рейсов, более 170 задерживаются. Это коснулось как внутренних, так и международных направлений. Сейчас трудности с вылетом из Москвы в Амстердам, Венецию, Варшаву, Вильнюс, Париж, Рим. Ограничения из-за обильного снегопада будут действовать и завтра. Авиакомпании пересаживают пассажиров на другие рейсы. Между тем, непогода не повлияла на работу национального аэропорта Минск. Все вылеты и прилеты выполняются в штатном режиме. Несмотря на местами нелетную погоду, перемещение между Минском и Москвой, в принципе, стало еще более доступным. Об этом подробнее расскажет наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок. Алексей, так как еще теперь можно добраться в столицу России? Да, Юлия, буквально сегодня появились другие варианты. Самолеты из Беларуси теперь прибывают и в аэропорт Внуково. До этого конечными точками маршрута на Москву значились только Домодедово и Шереметьево. С точки зрения логистики Внуково выгодно отличается. Всего в 11 километрах от МКАД, и что сегодня особенно актуально, находится на возвышенности. А это дает дополнительный приоритет при неблагоприятных погодных условиях. Но за удовольствие надо платить. Билеты стоят чуть меньше 4 миллионов рублей. Два из трех основных мобильных операторов страны с 1 марта пересмотрели цены на свои услуги. У одних ряд тарифов подорожал в среднем на 17%, другие повышают расценки за пользование роумингом, в основном в европейских странах. И обещают через месяц снизить цену на эту же услугу в странах ЕАЭС. Нас же больше беспокоит факт дополнительной налоговой нагрузки на операторов связи. На чьи плечи она ляжет в итоге, пока не ясно. На работе провайдеров увеличение налоговой нагрузки никак не отразится, потому что эти деньги пойдут напрямую в бюджет, мимо них. Стоит задача наполнения бюджета. Поэтому мероприятия по увеличению налоговых ставок, в принципе, были ожидаемы. Цены в минских гостиницах упали на 20% и теперь на уровне соседних европейских городов. В 2014-м к чемпионату мира по хоккею было открыто 17 новых отелей и предложение выросло более чем в два раза. Теперь рынок выровнялся, причем пятизвездочные услуги в Минске стали одними из самых дешевых по сравнению, например, с Вильнюсом, Варшавой и Ригой. За клиентов, понятное дело, боролись рублем и ряд игроков даже был вынужден демпинговать, устанавливать более низкие цены, чем у конкурентов. Конечно, в структуре затрат, почему еще и снижение произошло, наверное, все пересмотрели свои расходные составляющие, персонал какой-то лишний. Соответственно, это дало возможность тоже снизить цену за счет того, издержек снижения. Сразу несколько нефтяных синдикатов сократили добычу черного золота. Страны ОПЕК урезались на 280 тысяч баррелей в день. Теперь суточный объем производства не превышает 33 миллионов бочек. Последовали примеру оппонентов по рынку и поставщики самой дешевой сланцевой нефти из США. На 10% меньше будет выкачиваться из американских скважин. Эталонная марка нефти Брэнд тут же откликнулась и выросла в цене до 37 долларов. За ней и российский рубль укрепился по отношению к заокеанской валюте. Как и белорусский, который сегодня отыграл у доллара сразу 229 рублей, у евро 423. И в целом укрепился к корзине валют почти на четверть процента. Таковы новости экономики на сегодня. Юлия, вам слово. Спасибо, Алексей. И так к другим темам.